Так как сейчас у нас начинаются предновогодние праздники, очень много девушек... Ты так все выучила просто? Я? Нет, я говорю то, что сейчас от меня идет в голову. Нет, я не учила. Ты думаешь, что я писала сценарий, по сценарию я тебе сейчас рассказываю. Дорогие собры, вот как мы опоронаемся. В зиму мы опоронаемся, как было тепло, а летом не было гороши. Но опинается, что есть еще певные стили, певные тенденции в моде. И сегодня, я думаю, мы про их поговорим. Погутарим с Натальей. Привет, Наталья. Привет, Наталья. Большинство девушек на этих мероприятиях хочет как-то выделиться, чем-то блестнуть, естественно, своей красотой в первую очередь. А как же интеллект? Интеллектом, естественно, каждая девушка должна обладать. Эрудиция. Эрудиция, да. Ну, естественно, для девушек красота, наверное, это на первом месте. Как говорится, красота спасет мир, а парикмахеры в этом помогут. К нам сегодня пришла на укладку Людмила. У нее сегодня корпоративный вечер. И вот мы сегодня ей будем делать такую небольшую укладочку в виде локонов. Людмила, скажите, а вы будете отмышевать на корпоративе, где-то будет некая праца корпоративная? Нет, я буду отмышевать. Будем разговаривать про пречески, про то, як стрягчисься, можно, а ведь не льга. Дорогие сябры, зверните увагу. Я находился у трензи, тобок легкая няголенность присутничая на моем памятым твари, памятым житцем твари. В принципе, конец 2012, начало 2013 года уже будут в моде более теплые, более натуральные цвета и оттенки. Так же, как, например, в 2013 году сейчас будет очень модное и популярное окрашивание. То есть, знаешь, вот чем круче название, тем считается круче окрашивание. Например, знаешь, вот раньше были 3D кинотеатры, все ломились просто туда. Потом появились 3D телевизоры, потом появились 3D фотоаппараты и камеры. И один из стилистов решил, а почему бы нам не придумать 3D окрашивание. И вот у нас в 2013 году появится новая технология в окрашивании 3D. Вы знаете, почему-то закономерность такая пошла, что девушки, которые имеют более вьющиеся волосы, они хотят себя более прямым. У нас получаются такие красивые локоны. Людмила у нас сегодня будет красивая на корпоративе. А девушаты, которые имеют прямые волосы? Ну, естественно, вот как Людмила, то есть она пришла конкретно за локонами. Можешь спросить меня еще что-нибудь? К сожалению, у нас в Беларуси очень много конкуренции. И если один парикмахер достигает какого-то своего профессионализма, а другой, например, мастер, не может дойти до этого уровня, как того, чего ты добился, естественно, проявляется какой-то негатив. Да, мне завидовали. И, ну, можно сказать, в открытую завидовали. Вот, а в Германии... Как это выявлялось? А тебе что, там, тупили ножницы, не ведут? А можно я это рассказывать не буду, потому что это сугубо личное? Сори. Алло. Да. До конкурента телефонуюсь. В утре по... Это не бач. Все нормально? Ну... Твой график поломали процентами. Я надеюсь, вы будете там... То, что не очень красиво сказано, будете вырезать. Хорошие ножницы у парикмахеров. Средняя стоимость одних ножниц примерно 500 условных единиц. 500 долларов за ножницы? Да. Причем я когда была в Германии, я стригла ножницы, которые стоили 3000 евро. К сожалению, к нам мода приходит очень-очень поздно. Блин, я не знаю... Time out! Блин, реально у нас нету белорусской моды. Ну-ка, ну-ка. Просто если я начну сейчас негатив рассказывать, знаете, мне... Просто скажи негатив. У меня все дизайнеры просто это самое. Что? Пинать будут. Сейчас самое популярное, это девушки приходят и пытаются восстановить свои волосы. То есть, чтобы какой-то блеск появился. Сейчас очень мода натуральным быть. Причем... Натуральная длина волос должна быть. То есть, чем длиннее волос, тем оно считается лучше, красивее. И, естественно, натуральный цвет волос. Ну, на самом деле, парикмахер является практически психологом каждого клиента. Потому что приходит большинство клиентов, которые с тебя как в кресло и начинают с тобой разговаривать и рассказывать все свои проблемы. Честно, иногда немножко напрягает. Потому что бывают такие моменты, когда начинают рассказывать какой-то негатив. То есть, что у меня там по работе все плохо, в жизни у меня все плохо, в любви у меня все плохо. И, естественно, этот негатив ты вместе с негативом клиента к себе как бы притягиваешь. Можно сказать, что Наташа сейчас моя подруга. Потому что я ей доверяю не только волосы, но еще и какие-то свои личные секреты. Лето пришло, я снял шапку и вижу, на голове у меня непрестижно. Длинные пэтлы моей шевелюры имидж ложают и портят фигуру. Я в парикмахерскую направляюсь, модно пострыгчась я там собираюсь. Як же иначе, ведь я супермодник, не водолаз я, а просто подводник. Я работала с некоторыми журналами, где делали такие небольшие проекты преображения. То есть... А можно без мяса пиццу? На чем мы остановились? Нет, есть отдельная профессия как парикмахер, есть отдельная профессия как визажист, есть отдельная профессия стилист. Стилист он отвечает и за прическу, и за макияж, и за внешний вид. То есть это, грубо говоря, вот ты художник, ты вот сидишь рисуешь. То есть ты предварительно на своей картине видишь, что же у тебя там получится. Я так вот не вижу, что у меня отрывается. Да, у парикмахера, либо же у стилиста, очень хорошо должно быть развит художественный образ. Те прихожие там отрывливаются. Сабри, мы будем завершать размогу с Натальей. Наталья, тебе поспехов творчих, как бы у тебя были такие клиенты добрые, у вас не было с ними конфликтов. И будем теперь запиться, подыхать с ней. Дякую. Калиласка. Есть тебе пожадания для народа? Дорогие Белоруссия. Я могу, на самом деле, всем пожелать, чтобы люди не стеснялись креативничать, не стеснялись экспериментировать со своими образами. Нос, ну мой. Мой нос вот. Что, твой нос? Да. Твой нос? Мой. Мой круглый носик. Спасибо.